Сюжет для программы «Вместе». Тема «Народный протест против политической нестабильности». Автор Ирина Пивоварова. Накипело. Бывший фермер Александр Гыско купил 10 поросят и пустил их гулять по центральной площади Кишинева. Свинки двинулись по главному бульвару страны. Животным было и невдомёк, что они участники акции протеста. Вот здесь наши герои, революционеры. Здесь только три. Остальные у других родственников. Поросячий митинг против политического кризиса обошёлся совсем недорого. 20 долларов – штраф за выгул животных на площади. Ещё столько же Александр потратил на бензин, чтобы отвезти их в село и подарить родственникам. Теперь вот думают, протестующие свиньи могут принести неплохие дивиденды. Креативная идея – сделать им паспорта и вывести их в Европу на аукцион. За них можно взять очень хорошие деньги. Вот эти революционеры, там мы продадим их за дорого, я так думаю. Родные, кстати, его не осуждают. Наоборот, подбадривают. Так держать. Нумай, декат за суссэн, сигур, суссэн. Потому что я ищу тот человек, который, сейчас, после двух лет, планирует 70 лет, и я не вижу никакого движения, ни в таком времени, когда мы становимся демократом. У меня есть 26 лет, и он был нилегал. Я хочу спросить, парламентарии, гувернанте. Александр Гыско 8 лет назад уже выпускал поросят на площадь. В 2003-м он боролся против низких закупочных цен на мясо от производителя. Но его протест тогда результатов не принес. Отчаявшись, он уничтожил бизнес и уехал во Францию, чтобы заработать денег и рассчитаться с долгами. Я был согласен и 8 лет тому назад, что надо воевать за свою свободу и за свободу слова, за демократию. Но вернулся домой, я не могу пройти мимо наших проблем, которые каждый день мы сталкиваемся с ними. Если политики не выберут президента, в стране могут состояться очередные и внеочередные выборы в парламент. Народ против и в креативной форме пытается донести свое возмущение. Простой мотив, несложный текст, зато сколько смысла. Автор этого мультфильма Виталий Лисник «Человек с партбилетом». Он состоит в рядах либеральной партии, которая входит в правящий альянс. Коллеги по партии Виталия не поняли и даже покритиковали за политический мультфильм. Но тот, похоже, не расстроился. Виталий Лисник «Человек с партбилетом» призывают отправиться вместо этого на шашлыки. В социальной сети Facebook они создали группу с нецензурным названием. Мол, идите партии куда подальше. Если бы группа называлась, например, «Вы нам надоели», «Мы вас больше не хотим» или «Идите нафиг», «Тусовка идите нафиг», «Мы пойдем на шашлыки», это бы не выразило столь конкретно то, что мы чувствуем. «А идите нафиг партии», это очень ясно выражает наша позиция. В эту группу вступили уже более тысячи человек. К манифесту присоединилась в основном молодежь, которая голосовала за партию Альянса еще тогда, когда у власти были коммунисты. Но теперь разочарование бьет через край. Тухлое мясо надо выкидывать, и даже собакам нельзя ее давать. То есть надо знать, когда вовремя из этой политики уходить. Если ты не справился с задачей, значит ты нехорош для того, чтобы руководить государством. Они в большинстве случаев доказали то, что они просто не умеют руководить страной. Я пойду на выборы только в одном случае. Если будет в тот же день и референдум по поводу избрания президента, либо чтобы народ начал это избирать, либо чтобы они пришли с кем-то решением, чтобы это больше не повторялось. В противном случае просто нет смысла избирать опять тех же, опять та же ситуация, и непонятно к чему все. И молодежь, и бывший фермер Александр искренне возмущаются, почему политики не займутся делом. Вот заброшенная ферма, где когда-то он начинал свой бизнес. В 2003 году полностью все четыре сыроя были на 100%. Они были здесь и заняты сфиньями, здесь и кормовая база тоже здесь была. Окна без стекол, двери нараспашку. От былого животноводческого комплекса не осталось и следа. Примерно такое наше государство тоже. Никто не контролирует, никого абсолютно не интересует, чем мы живем и как мы живем. Любой клочок земли для бывшего фермера большая ценность. Он обещает, что поверит только в тех политиков, кто на деле докажет, что может что-то изменить. Какая бы партия взялась бы, чтобы вспахать вот это поле? Это был бы лучший результат. Это было бы хорошей рекламой какой-нибудь партии, который бы вспахал эту землю. Но политики пока озабочены выборами президента. И кто возглавит страну, неизвестно. Как, впрочем, ни дата выборов, ни имя кандидата. Ирина Пивоварова, Александр Борейко. Вместе из Молдовы.